всем привет у нас сегодня очередной обзор винилового проигрывателя на этот раз к нам руки попал denon djvl 12 prime этот проигрыватель интересен тем что он находится в довольно высоком ценовом диапазоне в отличие от модели которые мы рассматривали которые были бюджетные данный проигрыватель стоит порядка 900 долларов и нам очень интересно разобраться что же в нем такого классного в отличие от многих других проигрывателей на которые смотришь и думаешь где-то я уже видел тот или иной элемент denon dj напичкан всякими своими какими-то маленькими эксклюзивчиками которые не могут не радовать например platter он выполнен довольно непривычном дизайне он более гладкий довольно тяжелый если его снять то здесь эта часть она идет полностью резиновая здесь идет магнит и сам platter увесистый то есть если сравнивать его там с платаром от техникс он весит немножко тяжелее скажем так значит кнопка включения выключения у нас такая она немножко защищенная когда мы ее включаем то здесь не появляется никакой индикации но есть один небольшой нюанс интересный заключается он в том что когда мы выключаем проигрыватель который у нас играет вот мы сейчас это сделаем он начинает медленно останавливаться это стандартная функция многих проигрывателей но если мы сделаем эту же процедуру быстро то у нас ничего не произошло то есть если мы по ошибке выключили сразу включили проигрыватель продолжил играть кнопка старт-стоп у нас такая пластиковая довольно жесткая но в целом она приятная на ощупь 33 45 оборотов в минуту все стандартно здесь у нас находится лампочка что интересно что лампочка съемная и она может быть в нескольких вариантах то есть может быть таком виде может быть черная и так далее подключается но лампочку мы не можем отключить то есть ее мы можем просто снять она либо есть либо нет слайдер печа у нас имеет несколько диапазонов это плюс-минус 8 плюс-минус 16 и плюс-минус 50 здесь вот у нас кнопкой мы можем регулировать этот диапазон также у нас есть возможность сбросить питч и тогда он будет неактивен сам слайдер печа имеет очень такой приятный ход на нуле он не фиксируется то есть он идет полностью плавный на всем диапазоне дальше тонарм вот тонарму у меня есть небольшой вопрос но это наверное с непривычки то есть он немножко мне кажется легким я беру его в руку несмотря на то что здесь хэдшелл картридж все равно как-то вот он немножко такой болтается легкий но это наверное дело привычки сам тонарм выполнен очень красиво имеет такой металлический глянцевый вид то есть выглядит классно и в принципе все сделано несмотря на то что он легкий как я говорил все сделано довольно качественно ничего не шатается то есть все так очень солидно как принципе и весь проигрыватель и есть опять же одна из фишек данного проигрывателя вилл это держатель во многих проигрывателях техник спиньер и так далее держатель выполнен в такой застежкой и очень часто бывает что его выдергивают и он ломается данном проигрывать или нету этой застежки то есть мы просто подключаем тонарм и просто-напросто он там фиксируется то есть мы не можем уже вырвать и сломать какую-то деталь это очень классно помимо этого у нас есть стандартные наши настройки это давление регулировка давления на иглу регулировка высоты тонарма и регулировка антискейтинга то есть все очень стандартная есть еще вот один интересный такой нюанс это лифтик который отвечает за то что мы можем плавно поднять нашу иголку если его поднять то игла вот аж выпрыгивает собственно говоря на задней части нашего проигрывателя у нас расположено подключение питания причем имеет шнур такую угловатую форму специально чтобы эргономически все помещалось и не мешало потому что сейчас у нас проигрыватель стоит так называемым хип-хоп варианте а если поставить его в классическом дизайне где эта сторона будет прилегать к микшеру то благодаря вот такой конструкции наши шнуры все равно не будут мешать также у нас есть заземление шнуры шнур заземления он идет вместе с нашим шнуром rca но принципе подойдет любой другой и вот шнур rca который тоже имеет угловатую форму подключается сзади проигрывателя передней части проигрывателя мы тоже имеем некоторые настройки можем здесь выбрать мощность двигателя low или high опять же это уже становится классикой на виниловых проигрывателях в принципе low по ощущениям довольно слабые слабее даже где техница поэтому скорее всего все будут выбирать режим high и есть еще интересные такие настройки у нас здесь есть подсветка нашего плата ра это такая эксклюзивная фишка этого проигрывателя и мы можем выбирать здесь ее яркость вот например сейчас мы поставили на максимум и с помощью регулятора мы можем менять цвет такой вот подсветки если раньше это был такой тюнинг который делался например на техникс и на других проигрывателях то сейчас это вот такая фишка которая есть нашего проигрывать также хочется отметить что у данного проигрывателя очень солидные и устойчивые ножки благодаря которым я думаю что здесь точно исключена какая-либо помеха из-за вибрации и прочего ну что ж я могу сказать что данный проигрыватель вполне имеет право конкурировать с такими монстрами на рынке как плx1000 и принципе классический техникс который еще можно найти и мне очень приятно что это не очередной клон вышеупомянутых проигрывателей что здесь есть какие-то свои фишки я не очень много говорил о разных цифрах характеристиках их можно легко найти в интернете но тут все классно то есть тяга двигателя классная все составляющие сделаны очень качественно проигрыватель приятный на ощупь и принципе я думаю в работе он будет проявлять себя хорошо и мне очень приятно что другие производители они не стоят на месте они выпускают действительно конкурентные и интересные продукты это был диджей эндрю встретимся в новых обзорах как всегда сейчас небольшой скрэйч тест данного проигрывателя увидимся увидимся а а а Продолжение следует... Продолжение следует...